Азербайджан вновь столкнулся с проводимой в Армении политикой этнической ненависти и дискриминацией. На этот раз на чемпионате Европы по тяжелой атлетике, проходящем в столице Армении Еревани. В ряду флагов стран, принимающих участие в турнире, атрибуты Азербайджана и Турции были развешаны в разорванном состоянии. Во время торжественной церемонии открытия чемпионата Европы, сотрудник общественного телевидения Армении выхватил у знаменосцев флаг Азербайджана и поджег его, после чего вместе с ним сбежал со сцены. Провокации со стороны Армении против Азербайджана мы обсудим с профессором Западно-Каспийского университета Фикретом Садыховым. Он сейчас подключается к нам на прямую связь. Здравствуйте, Фикрет Мялим. Здравствуйте, Мизина. Итак, вот хотелось бы отметить, что мы не раз видели, что такие провокации не только на спортивных мероприятиях, но и также на границе и в других случаях происходят в тот момент, когда мы видим какие-то подвижки в переговорах, когда стороны вроде бы как договариваются встретиться и обсудить мирное соглашение. Вот можно и в этот раз связать эту провокацию с тем, что Азербайджан стремится наладить и подписать мир с Арменией, и таким образом Армения пытается как бы отсрочить этот процесс. Несомненно, просматривается подобная связь, я ее абсолютно не исключаю. Так было и в течение 30 лет оккупации наших территорий и в преддверии переговоров на каких-то площадках международных Армения совершала определенные провокации на границе. И сегодня это все повторяется. То есть страна, народ, который трубит на весь мир о своей древней цивилизации, исторических корнях, она не в состоянии провести элементарно международные спортивные мероприятия. И я сегодня уже с сомнением отношусь к тому, что это выходка случайная, так называемого дизайнера. Помещение, где проходило это мероприятие, было полно агентами спецслужб и охраны. Там сидели члены правительства, главы премьер-министром, который все это наблюдал. И я не видел, чтобы он проявил особой негативной реакции ко всему прочему. И не слышал от него никаких пока заявлений. Более того, этот дизайнер, так называемый, а фактически преступник и провокатор, которого уводят представители службы безопасности и отдает руки полиции, он снова делает какие-то героические заявления. А перед отделением полиции, где он находился, собирается огромная толпа, аплодируя его поступку. И все это говорит о том, что Армения, конечно, недоговороноспособная страна. С ней невозможно прийти к какому-то компромиссу. С ней невозможно, видимо, мирно сосуществовать, сотрудничать, вести какие-то переговоры. Потому что подобные провокации стали уже основным политическим брендом во внешней политике и вообще во внутриполитических процессах этой страны. Это избиение нашего военнослужащего на границе, это поджог флага, это блокирование наших спортсменов в отеле, якобы в целях безопасности. Они их держали в отеле с тем, чтобы отправить каким-то другим транспортом. То есть страна, получается, расписывается в том, что она не в состоянии обеспечить безопасность приглашенных спортсменов, приглашенных гостей. И параллельно это происходит событие на границе, делаются какие-то высокопарные заявления, аплодируют вот этому провокатору, дизайнеру, который поджигает флаг. К чему идет Армения и к чему вообще она стремится? Она стремится к вечному конфликту в регионе? Я думаю, что это не в интересах Армении, потому что мы всегда готовы дать адекватный ответ. И этот ответ, я уверен, он не понравится армянской стороне, потому что он будет не просто адекватным, а целенаправленным и дающим нам основания практически реализовать вот именно в этом плане наши интересы и, в принципе, сделать все необходимое, чтобы защитить и обезопасить своих граждан. Как вы отметили, совершивших провокацию, по всей видимости, привлекать к ответственности не собираются, а это, как мы знаем, чемпионат Европы, международное соревнование. Можно сказать, что Армения, к ней должны быть применены санкции, и такого рода соревнования, по идее, не должны больше проводиться в этой стране. И вот как мы не видим осуждения со стороны мирового сообщества по провокациям, вот даже на таких мероприятиях, вот как должно было реагировать мировое сообщество на такие действия Армении? Конечно, мировые спортивные и международные организации, они должны должным образом на все это реагировать. Сегодня слышны какие-то отголоски, якобы осуждающие этот поступок. Но это не те обращения, это не та позиция, которая должна быть высказана по отношению к тому, что произошло в Ереване. Флаг – это государственный символ любой страны. Он символизирует собой независимость, кровь, борьбу за свободу. И оскорбление флага – это серьезное преступление. И в ряде государств вообще существует уголовная ответственность за подобные поступки. Конечно, международные спортивные организации, прежде всего, они должны объявить санкции против Армении, против не допускать впредь проведения подобных мероприятий на территории Еревана, лишить ее, Армению, такого права. Я знаю, что из истории международных спортивных состязаний, которые проводились в мире, спортсмены, совершавшие менее тягостные такие поступки, лишались на несколько лет права участвовать в каких-то соревнованиях. А страна, которая организовывала эти мероприятия, она подвергалась определенным санкциям, давлению. Этого мы ждем сегодня от международных спортивных организаций. Должна быть проведена объективная, должна быть дана объективная оценка всему тому, что произошло в Ереване. Потому что это выходит за все границы, это переходит в красную черту. Страна, пригласившая азербайджанскую делегацию спортивную, организующую вот такое международное спортивное мероприятие, не в состоянии обеспечить безопасность приглашенных спортсменов. Не говоря уже о поджоге флага, блокировании нашей делегации в отеле, выкрики, аплодисменты практически преступнику и провокатору, который совершил подобный шаг. Я думаю, что международная общественность, она должна адекватно отреагировать на это, и прежде всего спортивные международные организации, с тем, чтобы подобных поступков больше не совершалось, и чтобы Ереван извлек из всего этого должные выводы. Да, действительно, мы ждем адекватного ответа от мирового сообщества. Вот говоря о мирном договоре, вот если мы постоянно видим такие провокации, вот когда идут подвижки, Армения совершает провокации на разных уровнях, вот сколько еще это может продолжаться? Вот когда нам удастся прийти к миру и удастся ли? Ну, видите, Армения пользуется определенной поддержкой ряда государств. Видимо, вот это поглаживание по головке Армении, вот это вот тюркофобские, азербайджанофобские настроения некоторых государств, в том числе и региональных наших государств, видимо, поощряют Армению на подобные поступки и создают условия для их совершения. Я думаю, что Армения будет и впредь постоянно предъявлять территориальные претензии к Азербайджану, создавать какие-то сложности, проблемы, пытаться заблокировать начало какого-то переговорного процесса, а если даже переговорный процесс начнется, она будет ставить какие-то дополнительные условия, требования. Поэтому я думаю, что рассчитывать на то, что Армения поумнеет и захочет прийти к какому-то разумному компромиссу, подписать соглашение с Азербайджаном, я думаю, в ближайшее время не стоит. Наша задача укрепляться в военном отношении, наша задача совершать такие наступательные дипломатические шаги. Мы это делаем, делаем достаточно активно и наступательно. И я думаю, что наша страна, как страна, которая освободила свои собственные территории, не должна считаться с подобными выходками Армении. Потому что вот эти их многолетние провокации, их претензии территориальные, они, видимо, настолько глубоко укоренились в их сознании, что они никогда от них не откажутся. Но мы должны продемонстрировать не только терпимость, но и силу и в военном плане, и на дипломатическом, и на политическом уровне. Потому что иного языка просто эта страна не понимает. Большое вам спасибо за комментарий. Спасибо. Я отмечу очередную провокацию против Азербайджана и Турции, совершенную на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в столице Армении, Ереване. Мы обсудили с профессором Западно-Каспийского университета Фекретом Садыховым. Продолжение следует...